Ну а если вы только еще собираетесь завести, но любите в принципе играть во что-то, либо с кем-то, то сходите, ребята, в интересную локацию, где много настольных игр. Вот как раз Виктория Карлова на прямом включении готова уже с нами поделиться всеми новыми игрушками. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня будем разбираться в настольных играх. А помогать мне будет Мария Морозова, эксперт в этом деле. Доброе утро, Мария! Доброе утро! Мария, расскажите вообще, какие здесь игры и почему они здесь сейчас находятся? Все эти игры здесь не просто так. Каждый последний воскресенье месяца у нас проходит большой настольный турнир, в котором могут поучаствовать как семейные команды, так и команды из ребят. И мы представили сегодня здесь довольно-таки разнообразный набор того, чем можно позаниматься у нас в воскресенье. Мария, давайте начнем вот с этой. Это как называется игра? Это называется молекулярный конструктор. И тут можно либо соревноваться, составляя какие-то фигуры, либо просто составлять, то есть играть, грубо говоря, в одиночестве, но в то же время весело проводить время. Эта игра направлена на развитие мелкой моторики, ну и на вот именно тонкую работу рук. То есть можно составлять совершенно невероятные какие-то фигуры, строить. Мне кажется, с детьми очень интересно. Да, конечно. Это как раз игра, рассчитанная на детей помладше. Помимо развития мелкой моторики, у нас здесь есть игра на хитрость и ловкость в большей степени, потому что она, грубо говоря, работает по принципу игры в крестики-нолики. Так, а каким образом? Она заключается в том, чтобы каждый участник этой игры делает поочередный ход, и игра заканчивается тогда, когда один из участников составил четыре фишки своего цвета в ряд. То есть они могут быть как по вертикали и по горизонтали, так и по диагонали. Ну вот таким образом я уже выбрала. Ну да, вы уже победили, а я еще ничего не успела. Пока Мария разговаривала, я уже все сделала. Мария, ну вот так же есть всеми известная дженга, но тут больше на ловкость рук и на аккуратность и осторожность. Всеми известные шахматы и викторины этой игры уже на эрудицию и на какие-то развитие умственных способностей. Ну это на какой возраст рассчитано? Давайте попробуем. Здесь, на самом деле, мы попробовали немножко поиграть, и тут серьезные вопросы. Вопрос серьезный, Мария. Мухи и пчелы не кусаются? Кусаются. Муравьи живут в уле? В... как называются эти кучи? Вот-вот, начались моменты. А гусеница превращается в бабочку? Да, все верно. Так, муравьи живут в муравейниках, гусеница превращается, и мухи и пчелы кусаются. Ну я думаю, что детям будет очень интересно и актуально, они очень любят, я по своему ребенку знаю, очень любят про животных. Ну и, конечно же, любимая игра всех, мне кажется, мальчишек это... Настольный хоккей. Конечно же, тут, так как мы девчонки, у нас может что-то не получится, но я думаю, мы можем попробовать, во всяком случае, эффектно вбросить шайбу и начать игру. Так, сейчас я тоже разберусь, где мой... Ах, ну вот, да, я боюсь, что нас не то что... А, не то что неэффектно. Ну что ж, дорогие друзья, мы с Марией сейчас попробовали все игры, в которые вы тоже можете прийти и поиграть. Мария, когда и куда? 26 января с 2 до 6 часов вечера на Мичурину 30. Приходите, дорогие друзья, и играйте, ну а мы с Марией продолжим играть в хоккей. Мария? Так, шшшшш... О, я забила! Замечательно, спасибо большое, Вика. Вот смотрю на хоккей, да, вот у меня у старшего сына тоже и хоккей такой, настольный футбол был. А я думал, ты сейчас скажешь, я смотрю на хоккей и вспоминаю свое детство. Вот, исходя из данной игры, реально детство, вот этот хоккей, причем видно, что как советский, как будто старый такой. Да-да-да.